Обещаюсь и, так скажем, мои наставники из-за этой забитания тоже особо не решили, не будет варить куды. Ну, опять же, хатха-йога, она не делима от мантры олюбения, от так называемых хатхана, не делима от зависания я, если это будет обычной точкой на стене. Все техники хатха-йоги, они выходные в состояние как-то сознания. Это пратьяха растягивает внимание с внешнего и внутреннего состояния. Очищение мысленного форма, когда человек выбирает из себя, ну скажем, наносное, не свойственное его природе в различного рода негативной, дескрутивной программе и изначально обложен в процессе социализации. Ну и затем он начинает уже обрабатывать свои творческие поначалу, свои грамотства, наши. Вот. И, короче говоря, комплекс Судя Намаскар. Есть много очень разновидностей, которые называют классическими, но вся классика, как правило, на пределы СМД для общей мировой. Но она сложилась в 23 веке, когда в Кришномачаре все пошло. Кришномачаре – это наставник Майсовского Раджи. Поездил по Тибету, пообщался с китайцами и обобщил огромный голос, гласно-герзно-мистическим мыслом, как раз на использовании своих соревнований. А был такой социальный заказ, то есть англичан очень очень сильно дарили индусов, и был взлет национального самоосознания. Нужно было молодежь воспитывать. То есть англичане искусственно носили в индусский народ тягу к наркотикам, к спиртному, к табаку, и не свойственные им тут иные ценности. И говорили, что юнгурсане просто свиньи, ничего не разбираются, и покорили. И у них ничего нет культуры. И у многих посвященных людей очень богатых людей, это маналором различного рода правительства, южно-индийских правительств, все они были в Аджи и царе. Это вызывало очень резкий протест и пошел взлет как общей, скажем, философской мысль объяснения Вселенной, так и большие внешние средства вкладывались в развитие национальной гимнастики и развитие национального танца. Буквально в вашем спрессе. И вся современная йога, она зародилась. Вот это Каштамача ее пошло, и он сын Диси Качак до сих пор живет. Кто не читал, почитает. Называется книга «Сердце йоги» Диси Качак, Диши Качак. И это Айиндар и Потапхи Джесс. Потапхи Джесс практиковала динамическую практику. Айиндар в молодости практиковал динамику из-за сильного горящего нрава. Его естественно идет звоночник и все, что положил, что подсказался на спорте. Нам это пришло в 63 годы по подпольной перепечатке в основном с вами Шивананды. С вами Шивананды пристали в игре. И так он вот как-то и пошел в подполье, как на уровне поздравительный группы, где вставляли отдельный элемент. Врача, как они так шелкотом, было бы эти знания продавали, потому что считалось гениозным, естественно, и работа с Чакой, и Санкт-Петербург на долине преследовалось страны государства. Ну, как вы понимаете, в религии это не всегда стыка. В начале 90-х, с появлением книжки Сибирского «Третья кредития силы», «Йога восьми кругов», пошел с всплесками на развитие гимнастики. Там очень интересные техники, очень большой, так скажем, вызов для тела. И люди, которые начали этим заниматься, они стали адаптировать, обращать людей на себя, вести группу, в которых наследие, так скажем, переосмыслилось. Потом, приющая Митинская школа, это Язычка Северцов-Зенчатка, они уже добавили к Сибирскому. Параллельное шоу Андреева. Он разработал свою технологию, назвал юверсальной йогой, ввести туда элементы танца-шилок и практики, которая основана в юдийских ранних практиках, но это название юридовского танца. Бойко Виктор, он просто выучился у Ингара, поштудировал в литературе, назвал свою систему классической йогой. С восемьнарно проводит так, что просто садится, начинает, ну что называется, пускай всех остальных двоих, где они там неправильно практикуют, в комнату где наводится. Ну и на самом деле сейчас огромное количество литературы, если есть голова на плечах, то человек делает из этого свой рдмикс, выбирает технику, которую нужно ему. Здесь как неправильно говорить, что это правильно, это не правильно. Здесь просто нужно большой кругозор. Как правило, человек приходит к какому-то инструктору, если ему человек нравится, он с ним остаётся, если ему верят, или с ним происходит вложив внимание, если он, скажем так, верит в технику направленно занимается. То есть у меня задача, я понимаю, в поезде здесь, показать свой подход, оставить здесь материал, по которому будет заниматься он либо желающий. И, так скажем, у вас побудить интерес к самопознанию, сказать, что это определенная техника, ну это всего лишь ступень, и огромное большое количество материалов есть в мире сейчас. И наработки материалисты, и наработки своим сознанием, на базе своей психологии. То есть огромное, огромное количество. И, ну как, когда человек по большей части это всё осваивает, открывается новый горизонт. Начинает видеть, скажем так, мистическую, философскую подоплётку этого всего. Вот. Ну, стало быть, и чтобы вам окончательно завязывать, потому что я говорю много, и, в принципе, это для общения, сегодня, кто хочет, может пойти в салон со мной и с теми, кто вызвался, был инициатором этого. И задать любые дни вопросы, как по поводу практики, по поводу жизни, то есть на что смогу, на то я отвечу, если не смогу, на что бы ответить. Просто порекомендую литературу, либо сайт реформы. Когда заходите, вы там обращаетесь, и вам с радостью обращают на вопросы, помочившему энтузиасту. Вот. Либо можно еще в воскресенье вечером, после занятий собраться, да, то есть, в принципе, мы, в принципе, уже, мы здесь сняли отдельную комнату, мы сидим в плечах и помогли в человеческом. Пожалуйста, посмотрите. Сейчас я достаточно быстрый режим нахожу. Вариант, судя на салон. Это самый первый вариант, который я уделил для начинающих. И здесь, как и человек, вообще способен, будет очень сконцентрироваться, пройти, если он не будет сам заниматься, но на месте затем может быть лучше. Ну, а начинает постигать, вообще сущность комплекса, и вообще сущность его подход за год, направленность, либо самостоятельно занять, или посещение людей. То есть, кому-то дома не хочет заниматься, просто приходит, думает, задача своим телом поработать. Мне доверяют, то есть, на них. Ну, и у меня тут недостатки ключа, и предложения в разные города, сангельных и зарубежья, то есть, имеющиеся с меня вопрос, то есть, роста идти, то есть, то есть, роста идти, то есть, то есть, роста идти, то есть, работа. И потом я достаточно быстро в режиме покажу последовательность, которую мы вчера учили. Не может быть коротко остановиться на фазах этой концентрации, а потом, какие-то моменты, ее мы поделаем, только элементы. В моем подходе, важна не самостоятельная концентрация, а за то же, ко мне некоторые обращают, все говорят. А вот почему вы мне рассказываете, как эта поза полезна? Ну, эта поза полезна. Ну, это уже как при съемке, что единческая асана, она здоровая. Опять же, людям очень сильно нравится слушать, насколько это полезна эта поза, и как они много делали для своего здоровья, чтобы пришли и заниматься на поле, и всего-то, ну, как определенные так продолжали о себе или о любви. Это, опять же, не вопрос, это все как максимум. То есть, эти позы для здоровья очень полезны. И они развивают сознание тоже к всему. Важно понять, как они развивают. Что статика, она направляет внимание в глубину. Не всегда статика она используется для последующих специальных практик. Это на либо мантрам, либо на образе возлюбленного божества, либо на определенных качествах сознания, которые у человека темно нанесли, либо для себя убрать, либо все эти вещи. Вот, на сути. Либо это, так скажем, если это динамика, это воскресенье энергии, это уже выход на тандрические действия, взаимодействие с социальным телом. Если это, скажем, совоконность, по-другому вопросу, как в Ихарской школе, то это уже выход на пробуждение кундалини на открытой энергетической силе. И, как говорят, кундалини, это надо много, подскажем, воздерживаться, вообще, чтобы не готовить всеслед. У Льва Детерникова, который проводит семинары в Москве, по-разному градам станут ближе. Феномен пробуждения кундалини просто массового характера, я думаю, во временем это отличается. Раньше мы помогли не миг задавиться, а сейчас мы вообще помогли возбудить сменную силу, поднять его в звоночник, раскрытищий песковый лотос. Если мы к вам приедем сходите, мы очень интересный человек, мы с ним пообщались, но и во многом наши для отца подали к практике. Вот. Вы столкнулись. Давайте посмотрим. Я сначала покажу воспоминание, чтобы мы посмотрели общую форму всего. Опять же, извините, те, кто пришел без анимации, приходится сидеть по клавану в зале, но это формат семинара. Здесь надо показывать, чтобы быть какой-то общий контекст играл. Лечение рабочи, чтобы область, а т.к. Использовать форму. Лучше. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...